Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава в этом смысле довольно скучная, потому что в ней огромное место занимает перечисление переселенцев. Да, вот предыдущая, третья, четвертая, там такой занимательный разговор юноши при персидском дворе спорят в присутствии царя, что всего сильнее, вино ли, царь ли, женщина ли. И последний, который говорит, женщина сильнее царя, добавляет, но вообще всего сильнее истина. И этот ответ нравится всем присутствующим. Он получает первенство, а в качестве награды он просит царя Дария исполнить обещание, которое еще царь Кир когда-то давал, но и Дарий вроде тоже подтвердил, судя по его словам, даровать возможность иудеям восстановить свой храм. Ну и вот они возвращаются. Пятая глава с этого начинается. После всего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабы их, и рабыни их со скотом их. Дарий послал с ними тысячу конников, доколе они не введут их в Иерусалим с мирой, с музыкой, с темпаном и трубами, и все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе. Ну то есть вот здесь у них вооруженная стража, и от царя есть всевозможные письма к местному начальству, чтобы их приняли хорошо, чтобы их снабжали всевозможным продовольствием, деньгами для нужд храма. И вот имена мужей, шедших по племенам их в коленах по старшинству их. Готовимся к длинному списку. Священники сына Финьеса, сына Иорона, Иисус сын Иоседека, сына Сариева, Иоаким сын Заровавеля, сына Салуфиили из дома Давидова, из рода Фореса, колено же Иудова, который говорил пред Дарьем, царем персидским, мудрые слова на втором году царства, не его в месяце Несане, месяце первом. Как раз месяц, когда праздновалась Пасха, и такой месяц весны, возрождение, вот это не случайно здесь есть. И дальше идут списки имен, нам кажется это немножко скучным, но для людей того времени, когда эта книга писалась, видимо, это была память об отцах, прадедах и так далее. Вот иудеи, вышедшие из плена переселения, которых переселил Вавилон на Вухадонос, в царь Вавилонский, и которые возвратились в Иерусалим, не все же возвратились, и прочие места иудеи, каждый в свой город, вышедшие из Заровавелем и Иисусом, Неемию, Зареем, Рисеем, Енинеем, Мордахеем, Вельцаром, Асфарасом, Арасом, Риэлием, Руимом, Ваанную, начальниками их. Вот сначала идет список руководителей народа, а потом уже более подробно по родам, родовое еще общество, то есть каждая семья знает, какому принадлежит роду, племени, колену и так далее. Число народа с начальниками их. Сынов Фороса 2172, сынов Сафата 472, сынов Ореса 756, сынов Фааф Муава с сынами Иисуса и Иоава 2812, сынов Илама 1254, сынов Зафуи 975, сынов Хорвес 705, сынов Ванния 648, сынов Вивая 633, сынов Арге 1322, сынов Адоникама 637, сынов Вагой 2606, сынов Адина 454, сынов Атира от Языки 92, сынов Келана и Азинана 67, сынов Азара 432, сынов Аниса 101, сынов Арома 32, сынов Асая 323, сынов Арсифурифа 102, сынов Вентуриса 3005, сынов Вефломонских 123, из Нетафаса 55, из Анафофа 158, из Вефасмона 42, из Кариофири 25, из Кафира и Верога 743, Ходиосеев и Амедеев 422, из Кирама и Гависа 621, из Макалона 122, из Витолия 52, сынов Нефиса 156, сынов Каламулала и Онуса 725, сынов Эриха 245, сынов Санааса 3301, священников, сынов Иеду, сына Иисусова, с сынами Санасива 972, сынов Еммеруфа 1052, сынов Фасура 1047, сынов Харми 1017, левитов, сынов Иисуса и Кадмиила, Ивана и Исудия 74, священопевцев, сынов Асафа 140, это, соответственно, храмовый хор, привратников, сынов Соломы, сынов Атара, сынов Талмана, сынов Докувы, сынов Атита, сынов Тависа, всех 139, служители при Краме, сынов Исава, сынов Асифа, сынов Таваофа, сынов Кираса, сынов Суда, сынов Фалея, сынов Лавана, сынов Аграва, сынов Акуда, сынов Ута, сынов Китава, сынов Акава, сынов Сивая, сынов Анана, сынов Кафуа, сынов Гедура, сынов Аира, сынов Десана, сынов Ноева, сынов Хасева, сынов Казира, сынов Узии, сынов Финой, сынов Асара, сынов Асфая, сынов Асана, сынов Мани, сынов Нафиси, сынов Акуфа, сынов Акхива, сынов Асува, сынов Фаракема, сынов Васалема, сынов Мееды, сынов Куфа, сынов Хареа, сынов Архуи, сынов Сырара, сынов Фомоя, сынов Наси, сынов Атефа, сынов рабов Соломоновых, сынов Асапфиофа, сынов Фарира, сынов Иили, сынов Лизона, сынов Издаила, сынов Софии, сынов Агия, сынов Фахарефа, сынов Савии, сынов Сарофи, сынов Месея, сынов Гаса, сынов Адуса, сынов Сува, сынов Аферра, Сынов Вородиса, сынов Сафага, сынов Аллома, всех служителей при храме и сынов рабов Соломоновых 372. Я понимаю, что скучно слушать, каково читать, представьте себе. Вождь, вышедший из Фермелефа и Филерса, начальник из Хараафлаан и Аалар, но они не могли показать отчество своих и родов, что они от Израиля, сынов Далана, сынов Иняновых, сынов Николана 652. О чем идет речь? Вот предыдущие доказаны, то есть они привели свои родословные списки, известно, от кого они происходят, их принимают как священников, левитов и так далее. А это уже с неподтвержденным происхождением, то есть их не приняли, очевидно, вот как священников и левитов. Из священников были исправлявшие священнослужение, но не найдены в списке, то есть по факту священник, а откуда взялся, непонятно. Сыны Овдия, сыны Аквоса, сыны Иадду, который взял жены Авгию из дочерей Верзелии, назывался его именем. И как родовая запись их по изысканию не найдена в списке, то они отлучены от священства. Тогда же родовое общество, и в частности священнослужение, передается тоже по наследству, да, только потомки Аарона, священники. И сказала мне, имея от фария, чтобы они не участвовали в святынях, доколе не восстанет первосвященник, облеченный в Рима Тумим. У Рима Тумим два не очень понятно каких предмета, с помощью которых узнавали волю Божью, что-то вроде жребия. Соответственно, можно бросить этот у Рима Тумим и узнать, да или нет, входят они в число священников или нет. Только вот так, напрямую от Бога, а по документам не получается. А всех же сынов-израильтян 20 лет и выше, кроме рабов и рабынь, было 42 360. Рабов и хоробынь 7347, певцов и псалмопевцев 245. Верблюдов, да, рабы, псалмопевцы, верблюды, такой вот список, но все надо учесть. Верблюдов 435, коней 7336, лошаков 245, подгребного скота 5525. Некоторые из родоначальников, когда пришли они к храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей, дать ему в сокровищницу храма на построение тысячу мин золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд. Обед, который они дают вот непосредственно на месте. И поселились священники и левиты, и некоторые из народа в Иерусалиме, и области его освященопевцы, и привратники, и весь Израиль в селениях своих. Когда же настал седьмой месяц, и сыны Израиля были уже каждые во владении своем, собрали все единодушно на открытое место при первых воротах на восток, то есть строится город, ну и, соответственно, с восточной стороны ворота. И встал Иисус, сын Иоседека, и братья его священники, и взрывавил сын Селефииля, тот самый разумный юноша, который получил у царя даря разрешение, и возглавил, собственно, переселение. И братья его. И устроили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем все сожжения, как предписано в книге Моисея «Человека Божия». Храма еще нет, но первое, что ставится жертвенник для того, чтобы жертвоприношение, то есть священнослужение совершалось, да, остальное отстроится. Но начать надо вот с ритуала, с обряда. И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле. Вот уже мы читали о том, как окрестные народы не хотят, чтобы они строили храм и город, пишут царю Артаксерксу, и тот запрещает продолжение строительства. Ну вот тут уже напрямую нападают. «Устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле, и они возносили жертвы в свое время, и всесожжение Господа утреннее и вечернее». Но эта трудная ситуация, только повод к усиленному, соответственно, соблюдению обрядов и ритуалов. «И совершили праздник кущи, как предписано законом, день, когда все живут в кущах, в шалашиках таких, тоже описано в эпотекнижии, вознося каждодневные жертвы, как надлежало, и потом непрестанные приношения и жертвы субботы, новомесяча и всех святых праздников. И все те, которые обещали обеты Богу, с новомесяча и седьмого месяца начали приносить жертвы Богу, хотя храм не был еще построен». Это очень важный принцип. Сначала жертвоприношение, а потом храм. То есть сначала община, которая молится, которая совершает обряды, ритуалы, потом стены, которые нужны этой общине, чтобы все это делать. Не наоборот. «И давали сереброками, натесам и плотникам и питье, и пищу, и повозки, седонинам и тиринам, это финикийские города, которые всегда были торговыми партнерами и союзниками израильтян, чтобы они привозили с Ливана кедровые дерева, доставляя их плотами в Иопийскую пристань по приказанию данному иматкира царя Персидского». То есть сплавляли по морю кедровые бревна в Иопию, это современная Яффа, а оттуда уже, конечно, в Иерусалим везли по суше, потому что Иерусалим далеко от моря. И на втором году, во втором месяце по прибытии к окраму Божию в Иерусалиме, соответственно, вот прошел год с небольшим, взрывавили сын Селофиила и Иисус, сын Иоседека и братьях, и священники, левиты, и все, пришедшие из Иерусалима и из плена, положили основание храму Божию в Новолуние 2-го месяца 2-го года по прибытии их в Узе и Иерусалим. Смотрите, больше года они готовились к закладке строительства и приставили левитов от 20 лет к делам Господним. «И стал Иисус и сыновья его и братья, и Кадмиил, брат и сыновья Имадавуны, и сыновья Иода, сына Илеадудова, с сыновьями и братьями все левиты, единодушно побуждая к делам в доме Господнем». Ну вот левиты, это те, кто, собственно, и священники, но тоже при храме, они занимаются в основном хозяйственной и тому подобной деятельностью. «И построили строители храм Господа, и стали священники в облачении с музыкальными инструментами и трубами, и левиты, сыны Асафа, с кем валом, и воспевая Господу, и прославляя его по уставу Давида, царя Израильского, и возглашали в песнях, прославляя Господу, чтобы благость его и слава вовек над всем Израилем. И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Господа за восстановление Дома Господня. А старейшие из священников и левитов, и родоначальников, видевшие прежний храм, пришли теперь на строение с плачем и громким воплем. То есть они застали некоторые еще прежний храм. Это явно люди очень старые, вавилонский плен 70 лет, а тут еще прошло некоторое время, значит, им уже там 100. А многие с трубами и радостными громкими восклицаниями, так что народ не мог слышать труп по причине воплей народных, хотя собрание громко трубило так, что далеко слышно было. И услышали враги колен Иудина и Вениаминова, Вениамин – одно из малых колен, племен которой вместе с Иудой, и пришли узнать, что значит этот трубный звук. И узнали, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И приступив к Зарававилю Иисусу и к родоначальникам, говорят им, будем мы строить вместе с вами. Нельзя остановить, надо возглавить. То есть они пытались уничтожить, это строительство не получилось, значит, надо найти свое место. Ибо и мы, подобно вам, слушаем Господа вашего и приносим ему жертвы одни Асвакафаса, царя Ассирийского, который переселил нас сюда. Речь идет об окрестных народах, которые за место северных десяти колен или племен были ассирийцами туда переселены, и которые устроили свою какую-то форму религии, почитая Господа, но не вполне монотеистическую. Что-то вот там было не так. Собственно, самаряне или самаритяне от этого корня. И сказал им, зарабавили Иисус и начальники племен израильских, не с вами нам строить дом Господу Богу нашему. Мы одни будем строить его Господу Богу Израиле, соответственно, тому, как повелел нам Кир, царь персидский. Тогда народы той земли, нападая на обитающих в Уде, и осаждая их, препятствовали строению, и коварством, увлекая народ и производя смуты, препятствовали довершить строение во все время жизни царя Кира и остановили строение на два года до воцарения Дария. То есть здесь некоторый анахронизм. Уже у нас царь Дарий воцарился, но такое как бы воспоминание о том, что было раньше, когда первые переселенцы появились там. Ну, а что же будет при царе Дарии и, соответственно, с усилиями Зарававеля связано, об этом еще нам расскажет следующая шестая глава.